Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Красочное авиашоу и парад кораблей. В Самаре отметили День города. Готовность почти 80%. В областной столице перекладывают тепловые сети. Избы с народным колоритом, деревянным домам на улицах Фрунзе и Алексея Толстого вернули исторический облик. Ремонтируют ограждения и засыпают новые дорожки гравием. В Ботаническом саду полным ходом идет первый этап реконструкции. Военные летчики проиграли Казанскому Барсу. Хоккейный клуб ЦСК ВВС неудачно стартовал в высшей лиге. Ракету «Союз-2.1а» встретили на Восточном. Эшелон прибыл на станцию «Ледяная» вблизи космодрома и был транспортирован на технический комплекс. Фотографии размещены на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос». Из самарского РКЦ «Прогресс» состав вышел в ночь с 1 на 2 сентября. В ближайшее время контейнеры переместят в монтажно-испытательный корпус. Ракета-носитель будет участвовать в тестовом сухом вывозе совместно с разгонным блоком «Фрегат». Старт запланирован на декабрь 2017 года. А на Байконуре уже все готово к отправке длительной экспедиции. Ракета космического назначения в составе носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля вывезена из монтажно-испытательного корпуса на «Гагаринский старт». Запуск запланирован на 13 сентября. Мы зашли в свой корабль, посмотрели, как уложены все грузы, потому что часть из этих грузов нам нужны будут в процессе работы уже в корабле, еще до стыковки с МКС. Ты четко должен знать, где что находится, чтобы быстро достать, не терять на это времени. Как это все упаковано, как ты это все сможешь. То есть это такие маленькие рабочие мелочи, которые лучше продумать заранее. Ну и, что не менее важно, это, конечно, получить то ощущение, что это вот не что-то чужое тебе незнакомое, а это твой родной корабль. Это надежный космический корабль. Когда я был дублером, то мое первое впечатление от корабля было, какой он маленький. А вот сейчас, после всех тренировок в нем, корабль кажется намного комфортнее. И я буду очень рад разделить его пространство с моим экипажем, этими двумя джентльменами. Парад кораблей, авиашоу с участием ударных вертолетов и концерт в режиме нон-стоп. Самара отметила 431 день рождения. Праздник прошел на набережной. Его участниками стали более 100 тысяч горожан и гостей Самары. Масштабами праздника и перемен в городе впечатлилась Марина Кравцова. Торжественно, величественно, красиво праздник города на Волге и открывает парад кораблей. 431 день рождения Самара отмечает на набережной. Над Великой Русской рекой появляются вертолеты Ми-2, Ми-8, легендарный самолет Ан-2. Авиашоу, организованное при поддержке губернатора, захватывает дух. Из Тверской области с показательными выступлениями в Самару прилетели ударные вертолеты «Ночной охотник» и «Аллигатор». Воздушное пространство в распоряжении пилотажной группы «Беркуты». Первый раз Самар отмечает день рождения в статусе города трудовой и боевой славы. Самарцы всегда стремились быть лидерами, быть победителями. И мы всегда этого добивались. Мы сегодня космическая столица страны. Мы сегодня восстанавливаем наше автомобилестроение. Мы развиваем нефтехимию. Мы благоустраиваем наши города и прежде всего нашу столицу. Самарцы отмечают, как преображается родной город. Вижу, как она хорошая. Это, конечно, большая разница, огромнейшая. С тем, что было раньше и что сейчас. Красиво. Здорово. Везде ремонтируют дома, а всякие улицы, дороги отремонтировали. Стал город чище намного, чем был ранее. Вообще, много изменений произошло за последний год. Масштабные стройки повсюду. По федеральной программе идет ремонт четвертой очереди набережной площади Куйбышева, Струковского сада. Я искренне хочу поблагодарить вас за то понимание, которое вы проявляете в период таких грандиозных преобразований в нашем городе. Осталось еще совсем немного, и город приобретет совершенно новое звучание, совершенно новый вид. Он будет выглядеть как самый современный, как самый лучший российский и европейский город. Поздравить родную Самару пришли более 100 тысяч горожан. Концертные и интерактивные площадки протянулись по всей набережной. У бассейна ЦСКА ВВС собрались поклонники спорта. Уже в июне следующего года в Самаре пройдет грандиозное спортивное событие мирового масштаба. И именно футболу, и предстоящему чемпионату мира посвящена одна из самых популярных площадок на набережной. На сравнительно небольшой территории прошли десятки футбольных матчей. Не было никаких ограничений по возрасту, только по росту. Игроки должны быть выше 130 сантиметров, чтобы удобно было играть за футбольным столом. Ну а старт турниру дали послы чемпионата мира 2018 года от Самары. Анастасия Мыскина, Евгений Савин, Сергей Войтенко и Олег Каноненко поздравили самарских болельщиков с Днем города. Устроили фото и автограф сессии. Я к всей души поздравляю вас с Днем нашего любимого города. И самое главное, что желаю всегда космонавтам, это удачи. Удачи вам и здоровья. Об истории города можно было узнать в шатре «Самара-2018». А на интерактивной площадке проекта формирования комфортной городской среды для маленьких горожан прошел художественный мастер-класс. А родителям рассказали, как стать участниками федеральной программы. Все просто. Нужно провести собрание жителей дома, решить, что нужно сделать во дворе и подать заявку в администрацию района. Главное условие – инициатива. В этом году в Самаре благоустроят почти две сотни дворов. Асфальтирование территории, освещение. Предусмотрена работа по устройству малых характеристиктов форм. Комплексное благоустройство в соответствии с тем планом благоустройства, которое согласовали нам сами граждане. Здесь же самарцы отвечали на вопросы, какими должны стать набережная и парк «Воронежские озера». Праздничная программа длилась весь день. Кульминация – концерт на главной сцене у памятника Григорию Засекину. Завершился яркий городской праздник выступлением группы «Дискотека. Авария» и фейерверком. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Готовность почти 80%. Перекладка тепловых сетей в Самаре близится к завершению. Подготовку к зиме обсудили сегодня на совещании в городской администрации. Из 19 тысяч метров тепловых сетей переложили 15. Работы идут по графику. Так завершается ремонт теплотрассы на улице Скалеренко. Скоро приступят к перекладке сетей на улицах Рабочей, Советской Армии и Демократической. Уже завершены работы на Красноармейской и Самарской. План перекладки тепловых сетей был увеличен почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме замены труб, предстоит подготовить котельные и провести промывку оборудования, очистку колодцев. При выполнении дополнительных мероприятий учитывалась подготовка к чемпионату мира 2018 года, а именно ремонт улично-дорожной сети. На 12 дополнительных объектах, расположенных в центральной исторической части города, монтажные схемы были собраны до 15 июня, а работы выполнены до 7 июля. Переложены 2123 погонных метра. Расслабляться нельзя, надо только наращивать темпы. И к главам тоже самое я обращаюсь. Пожалуйста, предпримите со своей стороны усилия для того, чтобы работы были выполнены в сухой период года, в теплый сухой период года. В честь и гордость Самары чемпионка мира по художественной гимнастике Ксения Полякова получила награду и благодарность от городской администрации. Спортсменка в составе сборной России триумфально выступила на мировом турнире в Италии и завоевала золотую и серебряную медали, а также еще одно золото в командных выступлениях. Такое вот представитель молодого поколения составляет честь и гордость нашего города. И я полагаю, что вот эти прекрасные успехи, свидетельства, целеустремленности, это замечательные девушки, ее воли к победе. И, наверное, родные стены города Самары, безусловно, помогли им в достижении этих побед. Почетную грамоту и нагрудный знак получила также тренер Ксения Елена Лысенко, преподаватель детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер пять. Кировский район Самары должен быть приведен в порядок в ближайшее время, ведь именно здесь пройдут игры чемпионата мира по футболу. Но пока, если сойти с гостевого маршрута, район выглядит не вполне респектабельно. Много сорной травы, засохших деревьев и ржавых заборов. Об этих проблемах глава города напомнил местным властям и управляющим микрорайонами. Олег Зверев тоже выслушал аргументы. Из всех девяти районов Самары Кировский оказался в привилегированном положении. На его территории пройдут игры чемпионата мира по футболу, строится главный стадион, а также дороги и развязки. Вдоль гостевого маршрута ремонтируют фасады многоэтажных домов, приводятся в порядок улицы и тротуары. Сейчас завершаются сезонные работы. Город готовится к зиме, на финишную прямую выходят дорожно-ремонтные работы. По ремонту улично-дорожной сети, ремонт карты на территории района завершен. Порядок 80% у нас осталось улица Алматинская и остался частично проспект Металлог. Это процент выполнения 60-70%. Связано это с работой ВТБК по перекладкам. Причем по перекладкам это вне вашего постановления за дополнительные деньги. О состоянии района речь шла на совещании, которое глава города Олег Фурсов провел по итогам поездки по отдаленным территориям. Многое из того, что предстоит исправить, вполне по силам местному самоуправлению. Общественные советы и управляющие микрорайонами должны больше уделять этому внимания. В районе мало цветов, зато много травы и старых засохших деревьев. В дворах за счет района идет ремонт малых архитектурных форм и внутриквартальных проездов. В то же время ограждение полисадников сделано из чего попало. Не окрашены заборы школы социальных объектов, автостоянки даже легальные в неухоженном виде. Управляющие микрорайонов. Проводить мониторинг состояния микрорайонов. Для этого разработать учетную форму, где, например, перечислить хотя бы те позиции, о которых сказал я. Там наличие, или там состояние ограждения полисадника, наличие сухостоя, наличие вот этих покрышек. Не знаю, там зимние накопления во дворе, наличие граффити. И с каким-то периодом, там раз в неделю, или раз в две недели, проводить такой обход и смотреть, что изменяется. В частном секторе в этом году рекордный километраж отсыпали гранулятом. На это ушло 16 тысяч тонн каменной смеси. Там, где раньше были ямы и бездорожье, теперь легко пройти в любую погоду. Однако проблем в одноэтажных кварталах еще много, особенно если учесть, что долгие годы этими территориями почти не занимались. Олег Зверев, Станислав Левин, События. Старинная резьба – уникальный стиль. К ремонту памятников деревянного зодчества привлекают меценатов. В Самарском районе за счет предпринимателей уже отремонтировали фасады 13 домов. За преображением исторических зданий наблюдала Алина Чемерес. Словно сказочные теремки с причудливой резьбой, сегодня выглядят дома в Самарском районе города. Избы с народным колоритом красуются на улицах Фрунзе и Алексея Толстого. Вернуть им исторический облик помогли меценаты. Всего за счет предпринимателей в районе уже отремонтированы фасады 13 домов. Еще пять сейчас в работе. Это не такие уж большие деньги. Если каждый предприниматель нашего города хотя бы чуточку вложен в свой же город, наверное, я думаю, что город будет гораздо лучше выглядеть. Ну, с другой стороны, я так думаю, кто же кроме нас. Всего в Самарском районе свыше 200 старинных домов. Возраст некоторых из них полтора века. И больше половины требует обновления. В первую очередь важно восстановить внешний облик тех зданий, что находятся на гостевых маршрутах. Чтобы во время чемпионата мира по футболу жители и гости города смогли любоваться диковинным историческим наследием Самары Купеческой. Мастера по резьбе, они вырезали вот такие символы, которые мы сегодня видим, которые сохранились на многих домах. И я думаю, что это очень интересно будет не только жителям нашей Самары увидеть восстановленные вот эти вот элементы, приведенные в надлежащее состояние, но и гостям, которые посетят наш город в 2018 году. Деревянное зодчество, визитная карточка Самары и его городские власти намерены сохранить. Обращаться к меценатам будут и далее. Социально-ответственный бизнес призывают помочь. Предпринимателям предлагают выбрать любой из старинных домов в один-два этажа и привести в порядок его внешний вид. Каким будет цвет, фасады решат вместе с районом-архитектором. В порывах щедрости бизнесменов не ограничивают. Потратить на обновление исторических памятников можно сколько душе угодно. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Новая жизнь Самарской жемчужины. В Ботаническом саду во все идет первый этап реконструкции. Ремонтируют дорожки и дамбу, выравнивают исторический забор. Единственное, что точно не изменится – уникальная растительность. Андрей Горгуленко расскажет о косметических и космических изменениях. В Ботаническом саду вода доказывает – она одна из сильнейших стихий. Пруд начинает размывать дамбу, и она сползает во враг. А ее укрепление – это один из важнейших этапов реконструкции Ботанического сада. Еще 15 лет назад эта дорога была ровной. Она очень важна. Именно по ней спецмашины добираются до дальних уголков сада. Чтобы укрепить дамбу, подрядчики установят 35 железнобетонных свай длиной 11 метров. В укреплении нуждается и забор, который является исторической ценностью. Всего обновят 2,5 километра ограждений. Мы первое дело по московскому шоссе – это оставляем тот забор чугунный, который есть. Только мы его красим, приводим в порядок, делаем новый фундамент, потому что пойдете увидеть, он весь покосился в разные стороны, и вообще он может скоро упасть. В саду отремонтируют дорожки – те, которые многими годами были натоптаны посетителями. Их засыпят песчаногравийной смесью. Привычные маршруты сохранятся, плюс добавится 10 зон. Каждая из них будет посвящена одной планете Солнечной системы и будет выполнена в цветовой гамме в соответствии с названием. На свободных площадках, куда приходят существующие тропинки, мы сделаем некие зоны сосредоточения на территории Бетонического сада. На них мы сделаем некие, так скажем, малые архитектурные формы растительные. Это будут, возможно, эридарии, розарии. Также вдоль основных дорожек появится освещение и систему видеонаблюдения. Все работы подрядчики проводят под чутким руководством работников сада, которые следят, чтобы не пострадало ни одно из трех с половиной тысяч уникальных видов растений. Все работы, которые здесь проводятся, под нашим неусыпным контролем. Мы заинтересованы, чтобы ни одно растение не погибло. И, конечно, мы постоянно ходим и за подрядчиками, и они за нами. Постоянно контролируем, советуемся, обсуждаем все эти вопросы, вопросы сохранения растений. Все работы включены в первый этап реконструкции сада. Продлится он до конца года. А открыть двери для посетителей обещают весной 2018 года. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Целое поле дикрастущей конопли уничтожили в Сергиевском районе Самарской области. Его площадь составила почти один гектар. 24 тысячи кустов уничтожили с помощью спецтехники в рамках профилактической операции МАК. В 2017 году у жителей Сергиевского района в общей сложности было изъято 4 килограмма марихуаны. 15 человек привлекли к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов. Самарская область вошла в пятерку регионов, обеспеченных автомобилями. Новый рейтинг составили аналитики агентства «Автостат». На первом месте предсказуемо оказалась Московская область. 348 автомобилей на тысячу граждан. На втором – Санкт-Петербург, 319 автомобилей. На третьей строчке сразу два региона – Краснодарский край и Самарская область. По 313 машин на тысячу человек. В Татарстане – 311. Эксперты отметили, средний показатель обеспеченности россиян легковыми автомобилями составляет 290 единиц на тысячу человек. Это на две единицы больше, чем было год назад. В Самаре выбрали подрядчика для реставрации памятника Чапаева. Стоимость контракта составится выше 13,5 миллионов рублей. Реставраторам предстоит обновить сам постамент, мраморную плитку и гранитный пол, а также саму скульптуру Василия Чапаева и красноармейцев. При этом скульптурную группу демонтировать с постамента не будут. Специалистам также нужно будет заново изготовить из бронзы штыки, пулеметы, ремни и шашки. Все работы должны быть завершены не позднее 15 декабря этого года. Напомним, памятник знаменитому красному командиру в Самаре установили к 15-летию Октябрьской революции в 1932 году. Над созданием трудились архитектор Иосиф Лангборд и скульптор Матвей Манезер. Он же создал в Самаре памятники Куйбышеву и Ленину. В небе над Самарой наблюдалось необычное явление, которое пользователи соцсетей назвали «северным сиянием». Фото зеленой полосы в ночном небе опубликовано в паблике «Астра Самара». Пользователь Семен Лукьянов пишет. «Друзья, извините за качество, но на небе прямо сейчас меня догоняет северное сияние Сибири». Судя по описанию, фото было сделано на улице Новосадовой. По словам астрономов, увидеть в Самаре северное сияние стало возможным из-за небывалой мощной вспышки на Солнце. Самарцы смогут решить квартирный вопрос. Государство предлагает им выгодные условия по жилищной программе. Подробнее расскажет Олеся Корецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте! Нефть сегодня прибавляет в цене. За баррель марки «Брент» дают 53 доллара 75 центов. Курс на 12 сентября. Доллар 57 рублей 17 копеек. Евро 68 рублей 65 копеек. Золото стоит 2475 рублей. Серебро 33 рубля 37 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 32 копейки. Дороже всего продать за 57 рублей 6 копеек. Импорт в России томатов из Турции может возобновиться уже в октябре. Такую возможность рассматривают в Федеральном министерстве сельского хозяйства. Цены на 92-й и 95-й бензин выросли в стране в среднем на 1 рубль 2 копейки. Подорожало также авиационное и дизельное топливо. 9,5 тысяч жителей Самарской области вошли в государственную программу «Жилье для российской семьи». Ее участники получают возможность купить квартиры по выгодной цене – 35 тысяч рублей за квадратный метр. На этом все. И пусть дела идут в гору. В областном избиркоме подвели итоги единого дня голосования, который состоялся 10 сентября. На территории региона прошли 20 избирательных кампаний. В основном это были довыборы депутатов представительных собраний и один местный референдум. Итоговая явка составила более 27%. Наибольшую активность показали жители сел. В одном из поселений Кошкинского района уже к полудню проголосовали все 100% избирателей. В Самаре явка была не столь высокой. Голосование проходило в трех районах областного центра. В Кировском внутригородском районе в состав Совета депутатов избран Олег Кобелянов. В Ленинском Оксана Пушкина в Куйбышевском районе депутатский мандат получит Сергей Кротков. Все избранные кандидаты – представители партии «Единая Россия». Лебедь оказывается не самая верная птица. Самые долговечные семьи создают журавли. В Самарском зоопарке отметили Международный день журавля. И рассказали гостям много новой и неизвестной информации об этих пернатах. Марьяна Мирная продолжит. Размах крыльев – два метра. Один из самых редких журавлей – японский. Занимает почетное место в Самарском зоопарке. Их всего четыре тысячи в мире, поэтому каждая особь на особым счету. Это одни из самых лучших родителей. Если они яйцо высадили, ну сами, конечно, то птенца не будут до последнего защищать. А благодаря размерам это серьезная достаточно защита. Вот такой вот журавлик может волка отогнать. Журавли занесены в Красную книгу. В Самарском крае можно встретить всего два вида. Самого маленького журавля – красавку. И серого – самого распространенного журавля на планете. Чтобы напомнить о важности сохранения редких птиц, для школьников провели экологическую эстафету, конкурсы и викторину о журавлях. Жители города редко выезжают на природу и очень знают нашу природу Самарского края. То в зоопарке они могут увидеть этих животных, увидеть этих красивых птиц грациозных и интересных. Поведение действительно у них очень интересное. Они любят танцевать, они громко курлычат, кричат. И здесь в зоопарке можно за ними понаблюдать. Международный день журавля отмечается во вторые выходные сентября не случайно. Именно в это время птицы собираются в стаи и улетают на зимовку в теплые края. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. И только что стал известен результат игры «Крыльев Советов» в очередном матче первенства России. На выезде они сыграли с дочерним клубом московского «Спартака». Волжане победили со счетом 3-0. Теперь по очкам они сравнялись с лидером красноярским «Енисеем» и делят первое место в таблице. Хоккейный клуб ЦСК ВВС неудачно стартовал в высшей лиге. В первом матче сезона военные летчики досадно проиграли казанскому «Барсу» на льду дворца спорта «Кристалл». От первого вбрасывания до последнего игру увидел Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарская дзюдоистка – чемпионка мира среди военных. Пляжные «Крыльев Советов» – вторые на Кубке России. ЦСК ВВС проиграл первый матч чемпионата страны по хоккею. Хоккейный клуб ЦСК ВВС начал новый сезон с глобальных перемен. Изменилась эмблема команды и форма игроков. Теперь военные летчики сражаются в полноценном чемпионате высшей лиги. На медали претендует 27 клубов из России, Казахстана и Китая. Многие команды – дублеры клубов континентальной лиги. А домашние матчи проходят в ледовом дворце «Кристалл» на мехзаводе, так как старый на Молдогвардейской снесли. И уже через год ЦСК ВВС сыграет в современном дворце. Темп игры в первом периоде первого матча ВХЛ задавал казанский «Барс». Он дважды зажигал красный фонарь за воротами военных летчиков. Хозяева площадки забили лишь одну шайбу, во втором отличился Денис Ковалев. В концовке матча непрерывно атаковали обе команды, но счет на табло в третьем периоде так и не изменился. 1-2 – досадное поражение военных летчиков. Вторую игру сезона ЦСК ВВС проведет в четверг. В Ижевске их встречает местная Ишталь, которая начала поход за медалями ВХЛ с победы. ЦСК ВВС занимает 22-е место из 27 соперник 10-е. Лидер – питерская «Динамо». В финале Кубка России по пляжному футболу самарские крылья советов уступили питерскому «Кристаллу» 0-3. Нам не хватило чуть-чуть везения. Много били по воротам, но мяч не залетал, прокомментировал исход встречи галкипер Волжан Сергей Володин, ставший лучшим вратарем турнира. Напомню, в чемпионате страны крылья советов заняли только седьмое место. Самарская дзюдоистка выиграла армейский чемпионат мира. В Монголию Анастасия Конкина прилетела из Венгрии с командного международного турнира. Однако европейское рандеву никак не сказалось на схватке в Азии. Конкина оказалась сильнее китаянки в схватке за выход в финал, а в решающей встрече с кореянкой заработала золотую медаль в личном зачете. Еще одну награду высшей пробы завоевала Мария Персидская, отстояв свой прошлогодний титул чемпионки мира среди военных. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!